Калонна возглавляет детский сад номер один «Земляничка» Руководитель Кутуева Ольга Васильевна Воспитанники детского сада неоднократно становятся победителями и призерами республиканских конкурсов Юные артисты вокальной студии «Земляничка» Победители муниципального этапа конкурса «Юных дарований» «Весенняя копель» И городского фестиваля конкурса народного творчества «Салют Победы» Заняли первое место в муниципальном этапе республиканской олимпиады Мы – гагаринцы, команда педагогов «Земляничка» Участники экологического проезда «Чистые игры в Кумертау» И социального проекта «Проверено детством» По итогам 2018 года детский сад номер один рекомендован Министерством образования Республики Башкортостан Для представления своего опыта работы в большую международную энциклопедию Приветствуем детский сад номер три «Радуга» Руководитель Лапшина Ирина Александровна Детский сад номер три «Ровесник нашего города» В истории он известен как детский сад номер 86 «Березка» Станции «Кумертау» Куйбышевской железной дороги И 66 лет спустя мы приветствуем обновленный детский сад «Радуга» Сотрудники которого обладают высоким профессионализмом Педагоги, дети и родители принимают активное участие в различных городских мероприятиях Детский сад номер 8 «Айгуль» Руководитель Шарипова Альфрия Парикона Руководство детского сада ориентирует коллектив на создание качественного образовательного пространства Способствует развитию и саморазвитию всех участников педагогического процесса В 2019 году в торжественной обстановке было подписано соглашение о сотрудничестве Ошевской помощи между детским садом и обществом с ограниченной ответственностью «Южурал-Ойл» С целью улучшения условий для всестороннего развития детей Педагоги и воспитанники детского сада активно участвуют в городских, республиканских и всероссийских конкурсах В 2018 году в рамках открытого фестиваля детского технического творчества «Техно-Пест» С дипломом первой степени награжден воспитанник старшей группы Музаргулов Радмир Педагогический коллектив детского сада награжден за первое место в городском фестивале цветов и плодов «Город Солнце» На площади детский сад номер 9 «Березка» руководитель Рябова Ирина Алексеевна Детский сад начал свою деятельность в 1963 году в ведомстве производственного объединения «Башкир-уголь» Первое-единственное в городе дошкольное учреждение, на тот момент построенное для детей, нуждающихся в специальном оздоровительном уходе На сегодняшний день в детском саду трудятся 10 педагогов и 5 младших воспитателей Функционирует 5 групп, одна из которых – речевая Коллектив и воспитанники детского сада активно принимают участие в мероприятиях «Мамин городок», экологическая акция «Отработанная батарейка», ежегодно в активном мероприятии «Лыжня России», «День снега» Кумертал-сколочный фестиваль детского технического творчества «Технофест» Вперед, Кумертал! В светлое будущее! На площади советов детский сад номер 11 «Сказка» Руководитель Андреева Анна Васильевна В детском саду работают добрые, отзывчивые люди Специалисты, которые всегда помогут детям воплотить в жизнь их мечты Укрепить здоровье, пополнить багаж знаний и умений Коллектив детского сада «Сказка» стремится к тому, чтобы детский сад был поистине домом радости Который приходит с удовольствием дошколята В 2020 году детский сад «Сказка» отметит свой 30-летний юбилей Воспитанники и педагоги детского сада являются победителями и призерами городских конкурсов Таких как «Мини-мисс Кумертал», «Южный ветер», «Сохрани дерево», «Летят журавли» Педагоги детского сада «Сказка» вносят огромный вклад в развитие одаренности своих воспитанников И гордятся тем, что им доверено судьбой вносить в свой вклад в светлое будущее города На площади детский сад номер 14 «Ромашка» Руководитель Харикова Ольга Валерьевна Детский сад «Ромашка» основан в 1967 году Переступив 50-летний рубеж, учреждение выбрало новые векторы развития С 2016 года является ресурсным центром по дошкольному образованию города Кумерталу На базе дошкольных учреждений традиционно проводятся муниципальные конкурсы профессионального мастерства Вырослое там конкурсы исследовательских работ «Я и следователи» А также курсы повышения квалификации педагогов Кумерталу Более чем 140 воспитанников детского сада «Ромашка» в текущем учебном году Стали призерами и победителями муниципальных конкурсов Приветствуем детский сад номер 17 «Аленький цветочек» Руководитель Корзанова Лилия Шамилевна Воспитанники коллекционной группы детского сада Имеют равные возможности для адаптации в следующем уровне общего образования Благодаря системам и подходу логопедической службы дошкольного учреждения Воспитанники детского сада являются победителями и призерами городского конкурса «Технофест» Конкурсы рисунков «Я любую с тобой, Кумерталу» Во Всероссийской олимпиаде для дошкольников все профессии нужны, все профессии важны Ура воспитателям и сотрудникам дошкольных учреждений города Кумерталу Приветствуем детский сад номер 18 «Цветвичок» Руководитель Наталья Анатольевна Барановская Центр развития ребенка детский сад номер 18 «Цветвичок» Призем третьей степени республиканского тура И дипломат первой и второй степени муниципального уровня российского конкурса исследовательских работ Воспитанники детского сада, активные участники всероссийских интернет-конкурсов Академия детства от талант Педагогического центра «Бакалавр» Участники республиканского интернет-конкурса «Птицы Башкирии» Участники конкурса «Педагогический ВЦ» и «Истории педагогических династий» Опыт работы педагогов представлен на всероссийских научно-практических конференциях Детский сад номер 19 «Солнышко» Руководитель «Белик» Ирина Константиновна Педагогический коллектив детского сада активно использует в своей работе новые векторы дошкольного образования Такие как изучение детьми дошкольного возраста, иностранного языка и основ робототехники За годы работы коллектив добился больших результатов Так, в 2018 году детский сад «Дипломант» стал дипломантом третьей степени открытого фестиваля конкурса театров детской и юношеской моды «Планета красоты» И призером городского фестиваля цветов и плодов «Город солнца» Детский коллектив «Тип-топ» награжден кубком и дипломом первой степени открытого республиканского танцевального фестиваля по фитнес-аэробике «Аэробика. Моя жизнь» Да здравствуют наши воспитанники и сотрудники детских садов Приветствую детский сад номер 21 «Росинка» Руководитель Кряжева Надежда Владимировна Воспитанники педагогии детского сада «Росинка» Активные участники и призеры муниципальных, республиканских и всероссийских конкурсов и фестивалей Коллектив дошкольного учреждения победитель муниципального этапа конкурса Лучшая организация, развивающая предметно-пространственной среды Ансамбль «Капельки» детского сада стал победителем номинации «Исполнительское искусство» В городском фестивале «Ломая барьеры» Приветствую детский сад номер 24 «Красная шапочка» Руководитель Паянова Ольга Ивановна Миссией детского сада является формирование развитой личности ребенка Обладающих творческими способностями и интеллектуальным потенциалом Педагоги дошкольного учреждения награждены дипломами первого и второй степени В муниципальных и региональных конкурсах Таких как «Технофест», «Я исследователь», «Летят журавли» В детском саду открыт центр экспериментальной деятельности «Лаборатория чудес» Где дети осваивают робототехнику На площади детский сад номер 25 «Дюймовочка» Руководитель Губалова Ольга Викторовна Единственный в городе детский сад Полностью специализирующийся на коррекции лечебных нарушений у нашкольников В результате профессионально измаженной работы коллектива 85% детей с нарушениями речи перед поступлением в школу имеют практически чистую речь А остальные же выпускаются со значительным улучшением ее состояния В этом году при помощи проекта «Реальные дела» партии «Единая Россия» В детском саду начал функционировать экспериментальный исследовательский центр «Любознайка» Успех продуктивной деятельности детского сада «Дюймовочка» достигается благодаря слаженной работе педагогов и родителей-воспитанников Приветствуем детский сад номер 26 «Золотая рыбка» Руководитель Тодорова Калина Алексеевна Детский сад номер 26 – один из самых больших детских садов города Который с удовольствием посещает около 400 воспитанников В том числе 15 детей с ограниченными возможностями здоровья В прошлом году подписано соглашение о сотрудничестве и о показании шерской помощи с муниципальным унитарным предприятием «Межрайкоммунводоканал» Данное сотрудничество принесло много интересных познавательных мероприятий Целевых экскурсий воспитанникам детского сада Педагоги-тошкольники учреждения имеют достойный уровень квалификации В детском саду функционирует группа кратковременного пребывания «Радость» Для детей с тяжелыми нарушениями опорно-двигательного аппарата Которые посещают 11 воспитанников С праздником! Уважаемые жители и гости города Кумертаус! На площади совета в детский сад номер 27 «Колокольчик» Руководитель Башлыкова Анна Ивановна В настоящее время в детском саду функционирует 15 групп Из них две коррекционные группы для детей с нарушением речи Одна группа с изучением башкирского языка В детском саду трудятся два отличника образования Республики Башкортостан 11 педагогов с высшей квалификационной категорией В 2018 году воспитатель Семина Любовь Николаевна Стала участником республиканского профессионального конкурса Воспитатель года Республики Башкортостан Воспитанник детского сада Пучкарев Кирилл Занял третье место на республиканском этапе олимпиады Мы, гагаринцы! На площадь выходит детский сад номер 30 «Журавушка» Руководитель Туктарова Фанузара Фаиловна В детском саду работают специалисты своего дела с профессиональным образованием Которые всегда помогут детям воплотить жизнь их мечты Укрепить здоровье, помолнить багаж знаний и умений Научат видеть и понимать мир прекрасного В 2018 году коллектив принял участие в муниципальном этапе конкурса «Педагогический звездопад» Республиканском фестивале юных дарований «Весенняя копель» И награждет дипломом второй степени Воспитники-подготовители группы приняли активное участие В республиканской олимпиаде Мы, гагаринцы! В детском саду «Журавушка» трудятся семейные и трудовые династии Шеяхметовых и Хизматулиных На нашей площади педагоги и учащиеся в муниципальных образовательных учреждениях Продолжение следует...